Я с тобой не разговариваю. И с тобой не разговариваю. А что мы здесь? Ничего. 22 октября. В 17 часов в Казанском центре волейбола состоится матч женской суперлиги и повторение прошлогоднего полуфинала чемпионата. Казанская «Динамо Акбарс» примет на своей площадке «Уралочку» НТМК под руководством легендарного Николая Васильевича Карполя. Мы будем очень рады видеть вас на трибунах. А ведь посмотреть будет на что. «Динамо Акбарс» выйдет на этот матч в статусе обладателя Суперкубка России, который команда Решата Гелезудинова завоевала на прошлой неделе в Калининграде, где со счетом 3-0 уверенно обыграла обескровленный локомотив. Ну, конечно, после игры была буря эмоций очень положительных. Радовались, сделали все. Просто это была наша игра, потому что получались буквально все элементы. Не знаю, что это удача. Но я уверена, что это настрой наш собственный. И, конечно же, доля удачи. Настроение прекрасное, боевое настроение на домашний матч. Да, на самом деле команда очень хорошо сыграла, но я уверена, что мы сыграли гораздо лучше. Мы очень хорошо разобрались с соперником, и все вздуманное нами получилось. Эта победа стала второй в истории нашей команды в Суперкубке. И, что важно, команда сумела защитить титул, добытый ранее в 2020 году. Поэтому и настроение перед предстоящим матчем с «Уралочкой» безусловно приподнятое. Нет, нет, порадовались и хватит. Но вот тренер меня в сборной, Кариков Александр Викторович, он вот, когда выиграли чемпионат мира, он сказал, все, порадовались и настраиваемся дальше, там, на сезон, кто куда. Вот поэтому мы выиграли, порадовались и готовимся к следующим играм. Нет, на самом деле все девчонки профессионалы. И все понимают, что какие-то последствия остались после игры, я имею в виду радостные. Но надо это все убирать, потому что следующий соперник «Уралочка» тоже достаточно тяжелый, всегда кусаются, и поэтому с должным уважением относимся к ним, ждем игры, настраиваемся. Теперь самое главное – не ослабить хватку, восстановиться как физически, так и эмоционально. И продолжать усердно работать. Плюс, не будем забывать, что до конца октября к команде должны присоединиться доминиканские легионеры Бетания Делакрус и Гайло Гонсалес. Восстановиться, да, я думаю, все девочки уже готовы, заражены, побеждать. Ну, нам дали один выходной, этот день в перелете были, уже второй день тренируемся, все как обычно, тренажерка, зал, поэтому готовы. Кочной встрече с «Уралочкой» «Динамо Акбарс» подошло на третьей строчке в турнирной таблице с тремя победами и одним поражением. А вот команда Николая Васильевича Карполя начала сезон чуть менее удачно. Пока что девятое место и две победы при двух поражениях. Этому есть простое объяснение. Начало сезона зачастую команда из Свердловской области начинает всегда непросто, так как чаще всего летом ее состав меняется кардинально. А этим летом, так и вовсе можно сказать, настала новая эра. Пусть и потерь было не так много, но здесь важнее качество. После сверхуспешного прошлого сезона, когда «Уралочка» завоевала серебряные медали чемпионата, клуб покинул старший тренер Михаил Карполь, блокирующая Татьяна Куликова, а также супер-триоды игровщиц, которые делали результат. Айлама Монтальва Сесе, Вера Костючек и легенда клуба Ксения Парубец. Две последние как раз-таки пополнили калининградский локомотив. На самом деле «Уралочка» каждый раз кажется вроде бы, что много кто уходит, остается, ну так, игроки, но я не знаю, как там получается все, я сама там была, не знаю как. Они всегда добиваются высших результатов, которые могут сделать, поэтому сейчас, конечно, да, много кто ушел, остались там темпы хорошие, связка сыгранная с ними. Смирнова могу отметить, но в целом команда поменялась, поэтому, ну не знаю, посмотрим. Также омолодился состав, в принципе, как и у нас, вот, но тем не менее остались достаточно опытные игроки, поэтому хорошо настраиваемся и готовимся на домашний матч. Из приобретений стоит отметить Марию Воробьеву, которая теперь составляет костяк команды вместе с Котовой, Кондрашовой, Вагановой и Ксенией Купряжкиной, которая летом вышла замуж и сменила девичью фамилию Смирнова. При этом Ксения не растеряла свой атакующий потенциал и является главным забойщиком команды, особенно после ухода Ксении Паруби. Но ей это не впервой, ведь два сезона назад Смирнова была лучшим бомбардиром команды, как раз тогда, когда Ксения Парубиц восстанавливалась от тяжелой травмы. Стиль тот же уралский, да, стиль, то, что первый темп туда-сюда, вот, поэтому мы готовимся к этому. Нет, все та же уралочка, фасты, кресты, быстро в четыре, поэтому все то же самое. Летом команды встречались друг с другом в рамках Спартакиады, где команда Республики Татарстан была сильнее Свердловской области со счетом 3-1. Но куда более памятной стала прошлогодняя серия полуфинала чемпионата России, где уралочка дважды обыграла Динамо Акбарс и впоследствии завоевала серебро чемпионата. Я считаю, что главным всегда является подача, потому что если летит хорошая подача, то от плохого приема тяжело сыграть куда-то быстро, разорвать, у нас очень хороший блок, поэтому я думаю, все будет от настроя, от подачи, от своего желания. Хорошая подача и хороший прием. Мне кажется, как везде, как в любом матче, подача и прием очень два важных элемента. Итак, 22 октября в 17 часов по московскому времени Казанский центр волейбола. Повторение прошлогоднего полуфинала женской суперлиги. Динамо Акбарс против Уралочки НТМК во главе с Николаем Васильевичем Карполем. Яркий, эмоциональный и красивый волейбол, безусловно, не оставит вас равнодушными. А лучшее место для просмотра, естественно, на трибунах. Рассчитываем на вашу поддержку и ждем в центре волейбола.